Есть 6 причин появления масла на резьбе свечей зажигания. Интересно? Смотрим дальше. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Всем привет! Меня зовут Виталий. И сегодня я расскажу о 6 причинах, как может масло попадать на резьбу свечей зажигания. Чаще всего после проведения текущего осмотра вашего двигателя, вы случайно можете обнаружить масло на резьбе свечей зажигания. Или возможно вы пытались понять, почему в вашем автомобиле куда-то пропадает масло. И обнаружили, что свечи зажигания залиты маслом. В любом случае, когда вы это уже обнаружили, вам обязательно возникнет несколько вопросов. Обычно это должно быть утечка масла в самом колодце свечей зажигания. Это большая проблема, но надо разобраться, что ее вызывает. И я отвечу вам на эти вопросы. В этом коротеньком видео, так как исправить это нужно как можно быстрее. Итак, начнем сначала. После того, как вы обнаружили масло на свечах зажигания, самое время понять, почему оно там есть. На первый взгляд, не похоже, что протекает прокладка свечей зажигания. Так что же и откуда оно туда может попадать. И даже если для вас первоначально это незаметно, но самый частый факт это не герметичность кольцевого уплотнителя. Хотя в некоторых вариантах ваши свечи могут не иметь прокладки. Так как может использоваться уплотнительное кольцо. И с помощью этих колец удерживается масло. И все это на одной стороне свечей зажигания. А другая сторона сухая. И это хороший признак. Зачастую это у вас масло только на одной свече зажигания. И это будет означать, что у вас не герметичное уплотнительное кольцо. И поверьте, это будет лучшая проблема, если только на одной свече зажигания масло. Однако вам все равно придется как можно скорее решить эту проблему. Ведь не герметичное уплотнение кольца может вызвать пропуски зажигания в двигателе. И привести к более серьезным проблемам. О которых я объяснял в предыдущих видео. О свечах зажигания, которые вы можете пересмотреть. Второй самовстречающейся проблеме, это может быть прокладка головки блока. Хотя охлаждающая жидкость камеры сгорания, это то, что большинство людей ассоциируется с выдутой прокладкой головки блока. Зачастую это охлаждающая жидкость, которая может протекать. А не масло, как вы можете подумать. Ведь когда это происходит, что масло часто попадает в камеру сгорания. Вы заметите, чрезмерный дым. И на кончиках свечей зажигания останется немного масла. И некоторых могу успокоить. Хорошо, что это антифриз или тасол. В этом варианте вам нужно просто будет заменить прокладки головку блока. Как можно быстрее. Прежде чем проблема усугубится. И приведет к более серьезным проблемам. В этом варианте хорошая новость заключается в том, что прокладки головки блока цилиндров дешевые. А плохая новость в том, что это трудоемкий процесс. Но сделать его нужно обязательно. И на третьем месте я бы поставил самую частую возникающую проблему. Это изношенная прокладка клапанов. В простонародье сальник клапанов. Ведь я думаю, вы знаете, что сальники клапанов гарантируют, что впускные и впускные клапана всегда находятся в нужном положении. Мало того, у них есть уплотнение, которое предотвращает попадание масла в камеры сгорания. И если эти уплотнения выходят из строя, масло попадает в камеру сгорания. И это короткий путь для первоначального проверки, чтобы не попасть в замену прокладки свечей зажигания. Также я думаю, что вы знаете, как и другие компоненты вышеперечисленные, сами сальники клапанов не такие уже и дорогие. Но для их замены требуется много работы. И какое-то количество времени, чтобы поменять и привести в должном состоянии, без привлечения мастеров из вашего сервиса. Также к четвертому случаю по возникновению попадания масла на свечи зажигания, я бы хотел обозначить утечку из прокладки крышки клапанов. В каждом автомобиле используется прокладка крышки клапанов, чтобы масло оставалось рядом с компонентами, которые в нем нуждаются. И подальше от тех, куда оно не должно попадать. И один из компонентов, куда масло не должно попадать, это свечи зажигания. Но если прокладка клапанов начала подтекать, то масло с легкостью может просочиться, свечи зажигания. Также, как и прокладки головки блока цилиндров, прокладка клапанов крышки не совсем дорогая. Но ее замена тоже трудоемкий процесс, так как зачастую надо отвинтить немало разных деталей. И к пятому случаю я бы хотел отнести это повреждение поршневой компрессионных колец. Ведь я думаю, что вы знаете, что вокруг каждого поршня вашего двигателя есть компрессионные кольца, которые не позволяют маслу просачиваться в камеру сгорания. Но в том случае, если компрессионные кольца повреждены, ничего не повреждает масло подняться в камеру сгорания. Ведь этот комплект компрессионных колец обеспечивает бесперебойную работу и предотвращает более серьезные проблемы. Так что, если вы подозреваете, что компрессионные кольца повреждены, лучше отремонтировать их как можно скорее. И к шестой проблеме я бы отнес повреждение поршня. Это в том случае, если вы видите, что всего лишь на одной свече есть масло. Тогда этот вариант вам нужно предусмотреть. И обратите конкретно именно на него внимание. Хотя многие мне скажут, что поврежденные или треснутые поршни встречаются очень редко. Но хотя и не так уже и мало, в таких случаях было у меня достаточно. Ведь вы знаете, что в камере сгорания очень сильно нагревается. И по мере старения поршню тяжелее отводить тепло из окопившейся на ней грязи. В основном от масла. Зачастую это когда залегают кольца. И у вас появляется трещина в самом поршне. И это грозит вам ремонта двигателя. И вы знаете, что это не дешевый процесс. И думаю, что вы понимаете, что эта проблема должна быть решена, а не пущена на авось. Чтобы не остаться с разломанным полностью двигателем на обочине дороги. Зачастую может быть даже трещина или дырою в блоке. Так что я думаю, вы понимаете, что это не та проблема, которую нужно игнорировать. И если это вам видео было полезным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. И до новых встреч. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.